Всем привет! Меня зовут Юлия, попали на канал о Германии, путешествиях и о красоте. Сегодня у нас будет такой влог-лайф-тест различных продуктов. В основном это хозяйственные продукты. Покажу вам разные хозяйственные средства, как они действуют. Мне пришло новое постельное белье. В общем, будет такой влог-уборка. Мне там нужно пересадить цветок. В общем, беру вас с собой. Надеюсь, что вам будет интересно, возможно, даже полезно. Оставлю все полезные ссылочки внизу. Поэтому давайте не будем затягивать и начнем нашу уборку. У меня сейчас по списку идет глажка. Но на самом деле я не особо часто глажу постельное белье. Только если оно новое и я его только что постирала, тогда я могу его погладить. И сегодня как раз такой день. У меня новое постельное белье. Ставлю вам здесь распаковку. Такую небольшую с этим постельным. Я заказывала его на Амазоне. И просто хотела показать вам название этого постельного. Потому что действительно классное качество. Здесь все очень хорошо прошито. Здесь везде есть вот такие вот замочки. Молнии. В этот раз я выбрала такой цвет хаки. Ну, такой, знаете, темно-бежевый. Мне очень нравится. Вчера еще заехала в Икею. Купила там новую простынь. Вообще решила обновить просто немного. Постельное у нас надо выкинуть половину. У нас когда ребенок был маленьким, он там где-то что-то начеркал даже. Есть у нас краски постельные. В общем, мне нравится. Здесь хороший материал. И вот сейчас хочу погладить. В наборе идет наволочка. Единственное, у нас наволочка 40 на 80. Но я никогда их не могу найти так, чтобы были эти наволочки. И плюс еще пододеяльник. Всегда 80 на 80. Не знаю, как у такие подушки огромные. И поэтому у нас как бы одной наволочке, ну, то есть ее нужно делить пополам. Наша подушка вот такая. Вот у меня такая подушка. Но у меня есть машинка швейная. И обычно я их просто застрачиваю вот здесь вот посередине. И все. И все отлично. Поэтому это не проблема для меня. Но мне понравился цвет. Вот там еще лежит пододеяльник. Тоже его сейчас поглажу. И потом уже застелю постель. Так что могу посоветовать. Набор стоит всего лишь 17 евро. У него классное качество. Он такой мягенький. И до этого я закатывала. До этого я заказывала белое постельное. И вот сегодня еще взяла вот такое вот. Немножко потемнее. Чтобы не так пачкалось сильно. И кстати, раз уж у нас такой хозяйственный выпуск, можно так сказать. У меня есть вот такая вот бюгельхильфа от марки Дэнк Мид. Мне нравится. Может, конечно, кто-то сейчас написать, можно водой побрызгать там или что-то еще. Но мне нравится такая штука. Здесь 500 миллилитров. Она очень так мелкодисперсно распыляет. Она супербюджетная. С ней действительно легче разглаживать какие-то сильные прям складки. Например, вот я пальто с помощью него гладила. Заказывала пальто онлайн. И оно было помятое. И вот с помощью этой штуки хорошо его разгладилось. Оно разгладилось хорошо. Вы просто его распыляете. И проходитесь утюгом. В составе нет ничего такого супер плохого. Поэтому ничего страшного в этом не вижу. Я люблю такие средства упрощают жизнь и уменьшают количество затрачного времени. В общем, вот так вот просто наносим. Видите, как он мелко наносится? Такими мелкими-мелкими капельками. И потом проходимся утюгом. И все. И вот. Видите? Идеально просто. Очень хорошо разглаживает. В общем. Хочу говоря. И сейчас проглажу немножко хотя бы. Так как я стирала вчера это постельное. Я стираю. Всегда постельное. Перед тем, как его стелить. Ну, если я его новое купила, я имею ввиду. Глажу не всегда. И так пойдет. Еще я буду, если гладить, то вообще я буду самыми днями что-то делать по дому. Вот. С этим средством очень классно все отглаживается. У него такой есть запах очень-очень-очень слабый. Потом не ощущается уже на одежде, когда вы погладите. Вот. И вот так вот красивенько все получается. Сейчас доглажу и покажу, как это будет смотреться на кровати. Вот. Видите? Я вставила сейчас подушку в наволочку новую. И она, естественно, большая. Я потом шью. Я пока не охота этим заниматься. Пока что сделаем вот так. Очень нравится цвет. Светлее получилась простынь. Простынь чуть-чуть белее. Хотя, по идее, она тоже должна быть такого же примерно оттенка, как и вот это вот белье. Видите? Вот такое у меня. Немножко темнее. Но тоже хорошо. Кто любит направлять вододельник, мне кажется, таких людей не существует. Так, бельбера. У меня еще пододеяльник у нас 200 на 220. Никогда в жизни не буду больше такой пододеяльник покупать. То есть, надо его покупать либо 200 на 200, там, я не знаю. Но вот эти 20 сантиметров, я никогда не знаю, с какой стороны эти 20 сантиметров. И у меня вечно получается, там, он не подходит. С одной стороны, приходится его переворачивать. В общем, сейчас как повезет. Вот многое дело, это уже стоит заменить. Это одеяло уже достаточно старое. Пока на этой квартире еще и попользуемся. Когда будем переезжать, я думаю, что я заменю. Но мне еще нравится, что вот на этом сайте в Амазоне, в этом магазине, у них белье постельное больших размеров есть. Ну, то есть, есть и маленьких, но и вот такое вот нестандартное, как бы сказать, 200 на 220. Потому что я когда только купила это одеяло, я не могу найти пододеяльники. В Икее даже не было таких пододеяльников. Вот, ну и тратить прям совсем какие-то огромные деньги на постельную тоже не очень хотелось. Поэтому, короче, да. Еще и этим меня привлекает этот магазин. Ну и материал очень-очень мягкий, такой он очень приятной кожи. Как я уже сказала, уже не первая эта постельная. И у них там очень много различных цветов. Там черный есть, и зеленый мне в этот раз понравился. Ну, решила вот такой более нейтральный, чтобы ко всему потом подошел. Надеюсь, что я угадала со стороной. Что это? Ура! Я угадала. Вроде бы все правильно на стиле. Все, сделала. Мне кажется, нет ничего лучше, чем свежее постельное белье, заправленное, чтобы ложиться вечером спать. В общем, да. Мне понравилось. Цвет такой приятный. Можно прилечь. У нас, кстати, до сих пор стоят бортики, если вы заметили, стоят с этой стороны. Они так и остались у нас еще с того момента, когда Леон был маленький. Он иногда со мной спит. Ну, и чтобы он не укатился, мы до сих пор их еще не убрали. Уже, опять-таки, будем переезжать. Вы знаете, как сидим на чемоданах, не знаю еще, когда мы будем переезжать. Потому что не хочется ничего тут как-то обновлять, менять. Хочется уже это сделать на другой квартире. И потом, наверное, мы уже их уберем. Но удобная штука. Это суперская была вещь, потому что он в своей кроватке спать не хотел. Он спал почти всегда со мной. И эти бортики очень спасали, чтобы он никуда не укатился. Так, друзья, я уже пропылесосила. Сейчас хочу протереть пол и покажу вам, какое средство добавляю в ведро. В ведро для мытья полов я добавляю вот такое вот средство. Покупала в магазине ДМ. В общем, у меня эти такие вот листики есть для всех случаев жизни. Этот листик для того, чтобы мыть пол. У меня есть такие похожие для того, чтобы стирать. У меня есть такие похожие для того, чтобы мыть унитаз. В общем, выглядит он таким образом. Он очень приятно пахнет. И вот прям, знаете, такими какими-то лимонными конфетками или жвачками. Очень-очень приятно пахнет. В общем, мы берем, добавляем просто его в ведро, опускаем. Оно там быстренько растворяется. Кстати, зацените мое ведро. Видите, как он быстро там растворяется? Я с одной мысли на другую прыгаю. Это ведро с сайта Тему вот для такой вот швабры. Я вам эту швабру уже показывала. Супер удобно, потому что швабра длинная. Обычно ведро на ней влазит. Чтобы не выжимать эту тряпочку в раковине или в ванной, я взяла специальное ведро. В общем, что делаем дальше? Мы берем нашу швабру. Обожаю эту швабру, потому что не нужно ничего выжимать руками. И все это хорошенько там сбалтываем. Она немножко пенится. Видите, вода становится немного пенной. Моем все это дело. Затем берем, выжимаем нашу швабру таким вот образом. Я несколько раз прохожусь. И начинаем мыть пол. У этого ведра, кстати, там есть даже колесики. Можно его катать по полу. И начинаем мыть пол. Этот швабр, кстати, регулируется. Можно поменьше, повыше сделать. С этими мыльными салфетками, во-первых, запах приятный остается на полу. И плюс еще, мне кажется, лучше отмывается грязь. По крайней мере, хочется в это верить. Но вот запах прикольный. То есть мне именно они больше нравятся даже из-за того, что приятный остается запах после того, как я уберусь. Ну и пока я здесь собираюсь в ванной, решила вам показать несколько средств, которые у меня вот сейчас под рукой, которыми я очень довольна. Именно из хозяйственных средств, которые я могу вам посоветовать. Первое, это вот такая вот пенка для очищения унитаза. Это прям именно пена. У нее такая вот пипка. И под ободок унитаза наносите, и вот прям стекает грязь. Мне очень понравилось. Это уже моя вторая бутылочка, баночка, упаковка. Потому что действительно классно. Она очень приятно пахнет лимончиком. И действительно круто очищает. И удобно ею работать. Следующее также, что касается туалета. Это вот такие вот, не знаю, таблетки, которые вы закидываете в унитаз. Они там начинают шипеть. И вот весь этот налет, вот этот вот камень, да, весь этот кальк, он начинает отслаиваться. После него действительно, вот после этих штук, вот эта вот сама труба, где обычно какой-то налет есть, она становится прям чистой, блестящей. Мне очень нравится тоже эффект. Здесь 16 штук. Они, каждая упакована отдельно. И в принципе, когда я мою унитаз, то я закидываю одну такую таблетку. Далее наношу вот эту вот штуку. Оставляю там, не знаю, минут на 20, пока делаю там что-то другое. И потом просто все это очищаю ершиком. И в принципе, на этом уборка закончена. Именно что касается туалета. Также, как вы знаете, в Германии у очень многих есть плесень. И мы не исключение. Особенно в ванной. Вот в одном углу постоянно она появляется. А зимой, когда у нас были мокрые стекла, это вообще была какая-то жесть. Вот это уже вторая бутылка. Прям вот присмотритесь. Очень классное средство от марки Дэнквит. Это марка Росмана. В принципе, все средства, которые я до этого показала, они тоже от этой марки. Оно вонючее. То есть, прямо оно так пованивает. Я обычно брызгаю, оставляю тоже минут на 20. И скрываю дверь в ванной, чтобы не так сильно ощущался этот запах в других комнатах. И потом вот прям вот эта вот плесень, она прям стекает. Очень классно он работает. Он дешевый. Ну вот прям на 100% супер все отмывает. Следующее это Роракс Экшн. Это средство для того, чтобы пробивать трубы. В ванной у нас частенько такое бывает. Но я так подозреваю, что это из-за моих волос. И это средство пробивает прям полностью. То есть, он даже волосы разъедает. Если вот волосы, из-за волос забился этот смыв, вода не уходит, то он разъедает даже волосы. Так что советую. Тоже классное средство. Уже не раз покупаю. И обычно мне хватает где-то на 2, ну с натяжкой на 3 раза. То есть, надо выливать вот прям вот столько, чтобы прям вот стояла эта жидкость. Не так, не чуть-чуть. Не жалейте. И в этом случае очень хорошо помогает это средство. Ну и последнее, это гальзаев. Ну тоже отнесем это к хозяйственным средствам. Я им отмываю абсолютно все. Какая-то грязь прилипла на футболку у ребенка. Или какое-то пятно появилось. Мне очень нравится такой жидкий вариант. У меня есть и обычный вариант. Ну то есть, как кусковое мыло. И я с помощью вот кускового мыла, я мою свои кисти для макияжа. Супер вообще очищает. Просто на ура. Никакие не нужны специальные средства. Просто я ее ложу по этому мылу. У меня такое отверстие уже. И все. Чистая кисточка. Ничего себе не случается. Никак она не портится. Этот вариант классный именно для того, чтобы что-то отсердить. Видите, даже тут нарисовано, что можно по воротничку рубашки пройтись. Потому что у него, у этого мыла, вот здесь на кончике такая щетка, ну пластиковая. И ею хорошо вот прям вот так вот проходится по одежде, по пятнышку. Я обычно прохожусь, оставляю на какое-то время. И потом просто со всем бельем закидываю его в стиральную машинку. И чаще всего все отстирывается вот с помощью именно Гальзаева. Так что это прям такое, знаете, незаменимое средство. Это супер бюджетное, опять-таки, средство, на которое работает очень классно. В общем, друзья, мы на балконе. У меня есть ведро с землей. Я попросила мужа, он сдачи привез. И у меня есть вот такое вот растение. Кто у нас тут ботаник? Кто разбирается в растениях? Расскажите мне, как оно называется. Если честно, я не помню. Оно у нас выросло просто как пальма уже. Она была маленькая. Мы покупали его, мне кажется, в Икее. И вот оно было вот прям коротенькое. И зимой у нее еще отпал кончик. И я просто всунула его в воду. И у нас вырос еще один такой цветок. Мне кажется, он какой-то супер неприхотливый. Особенно сейчас, летом, когда на улице тепло. Он стоит у нас на балконе. И все с ним отлично. Он прям тут разросся. Тоже был вот такой вот этот росточек. Его буквально за два месяца лета вымыхло так сильно. Вот. В общем, вот это вот изначальный вариант. То есть тот, который мы покупали первый. И видите, как он сильно разросся. Он в очень маленьком, как это называется, горшочке. Я хочу его пересадить вот в такой большой горшок. Я надеюсь, что он будет дальше расти. И у нас будет прям такая пальма, которую можно будет стоять на стол. В общем, напишите мне, если вы разбираетесь. Я нет. Я люблю растения, но особо не понимаю, как они называются. Если я не вижу этикетки, то особо и не знаю. Просто я выбираю по красоте, так сказать. У меня нет никаких приспособлений. Буду ручками все делать, перчатки надела. Вот. И у меня еще есть вот такой вот Blumen Dünger. Это приправа, хотела сказать. Удобрение для цветов. Как-то здесь его нужно смешивать. Тут, в общем, написаны пропорции. Тоже потом полью. Возможно, возьмется и будет хорошо расти. Поэтому давайте начнем. Субтитры подогнал «Симон» Ну что, вроде бы я справилась. Я попрошу мужа, чтобы он привез еще земли. Потому что, мне кажется, стоит досыпать сверху. Немножко не хватило, как мне кажется. Не знаю, правильно я его присадила или нет. Как я уже говорила, я не специалист. Но обычно все, что я присаживаю, растет дальше. Надеюсь, это не будет исключением. И он у нас не умрет через некоторое время. Поставлю его. Он, мне кажется, действительно уличный. Потому что дома он у нас не очень хорошо рос. А вот как только пришло лето и мы оставили его на балконе, то вот он прям весь ввысь пошел. Напишите мне, как называется. Если вдруг вы знаете название. Буду держать вас в курсе дела. Как он у нас тут поживает. Растет дальше. Или с ним что-то приключилось. Кстати, все цветочки, которые я сажала тогда... Ну, как сажала? Ставила и покупала в Икее. Мне кажется, в одном из влогов я показывала. Они все еще живы. Что для меня не так уж и само собой разумеющийся. Но вот все стоит красивенько. И цветет даже. И там еще много вьюночков у меня есть. Так что на балкончике пока что у нас красота. Только лейка у меня сломалась. Надо будет новую леечку купить. Ну и, наверное, уже последняя рекомендация на сегодня. Я сейчас закинула стирку. И покажу вот такой вот ополаскиватель. Очень мне нравится. Это Эковер. Он всегда приятно пахнет. Я иногда даже нюхаю. Просто покупаю, когда есть какие-то акции. Вот это я покупала в Росмане. И там была акция на все продукты от Эковер. Это плюс какой-то там биологиш. И все такое экологиш. И пахнет он очень-очень приятно. Наливаем вот одну. И в машинку выливаем. И также еще порошок у меня от Фрош. Но тут уже заканчивается. Хороший порошок. Я в последнее время перешла с гелевых порошков. Ну, с таких-то. На вот такие сыпучие. Почему-то мне так понравилось. И как будто бы более чистое белье у меня получается. Я не знаю. Я насыпаю примерно вот столько. Я всегда пересыпаю все эти порошки в такую красивую баночку. Так мне удобно. Вот столько я насыпаю. И высыпаю все это в машинку. И недавно тоже приобрела себе вот такой парфюм для белья. Тут нужно прыснуть 3-4 прыска. Как бы он такая вот упаковка. Называется Зонан Грюс. И у него, знаете, такой нетипичный аромат. Вот прям приятный. Он действительно такой летний, немножко цветочный. С ароматом немного таких, знаете, может быть, крема от загара. Да, интересный такой аромат. Мне очень понравился тем, что он именно нетипичный. Здесь какие-то еще и масла добавлены. Limited Edition. В общем, тоже в Росмане покупала. От марки Дамоль. Там была еще какая-то типа океанская свежесть. Но это, знаете, такой вот прям типичный порошковый запах. Мне не очень нравится. И просто вот раз, два, три. И белье потом очень приятно пахнет. И долго пахнет. Тем более, я сейчас буду стирать постельное белье. Я очень люблю, когда постельное белье долго пахнет приятно. И последнее, уже неотношающееся к стирке. Недавно была в экшене. Нашла вот такие вот классные штуки. Называется Bin Britte. От этой марки в экшене еще был такой порошок для мусорного ведра. То есть, вы насыпаете в мусорку и дольше сохраняется приятный аромат. Ну, там, чтобы не воняло все это дело. Ну, как бы приятное. Когда ты открываешь мусорку, пахнет. У меня было что-то там с клубникой ароматом. Еще другие были. И в этот раз у них появилась вот такая вот штука. Недавно, кстати, появилась. Я думаю, что во многих экшенах, может быть, ее еще нет. Она обязательно появится, я так думаю. В общем, это такие наклейки. Как бы внутри вот эта вот, не знаю, жидкость, гель. Он пахнет. Очень приятно пахнет. У меня сейчас просто на мусорке приклеен другой с ароматом, не знаю, кубники или чего-то такого. Здесь какой-то пальмовый такой, знаете, экзотический аромат. Очень приятный тоже. И вот здесь вы видите как. То есть, вы открываете мусорку и на крышку клеите. У меня одна мусорка без крышки. Я приклеила прямо на саму мусорку. И реально, когда вот это вот, как раз здесь у меня стоит мусорка, когда я ее открываю, то прямо вот этот аромат чувствуется. Ну, и он приятный. Поэтому тоже советую. Классная штука. И стоит меньше евро. Мне кажется, может быть, 3, может быть, 70 центов. Примерно так. Поэтому тоже очень-очень мне понравилось. Так что буду сейчас уже стирать. И, в принципе, я уже, наверное, все. Обычно постельные стираю при 30 градусах и полтора часа. И выжимаю на 800. Все. Поехали. Ну что ж, друзья, на этом я буду с вами уже прощаться. Будем заканчивать нашу уборку. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Самое главное, может быть, вы нашли что-то новенькое для себя в плане уборки и каких-то средств, которые я использую. Действительно, все средства могу вам от всей души посоветовать. Все полезные ссылки оставлю внизу. Ссылку на постельное белье, если вдруг оно вас заинтересовало, тоже могу внизу оставить. Поэтому буду с вами уже прощаться. Если вам видео понравилось, то обязательно ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь, конечно же, на мой канал. Оставляйте ваши комментарии. Пишите, какими средствами вы любите пользоваться. Может быть, я тоже что-то новенькое для себя найду, что облегчит мою уборку. Я всегда очень рада обратной связи. И до новых встреч в новых видео. Пока-пока.